Всем привет, дорогие друзья! Давненько у нас не было говорящих рук, не было распаковочек интересных смартфонов. Этим видео мы хотим начать новую рубрику. Называться она будет «Как?» со знаком вопроса, в которой вы сможете, после заставочки я озвучу, что вы сможете в этой рубрике. Итак, это новое видео на канале Gadgetmania, новый третий сезон. Мы начинаем. Поехали! Итак, дорогие друзья, рубрика «Как?» со знаком вопроса дает нам всем возможность узнать, что можно сделать и как, главное, это сделать из мира хай-тек, все, что связано с гаджетами, все, что связано с использованием этих гаджетов. И сегодняшним видео мы откроем такую интересную, огласим, скажем так, озвучим интересный вопрос нашего, скажем так, время пребывания и жизни в кризисе. Как купить хороший, качественный смартфон за приемлемые деньги? Перед нами упаковка и, соответственно, сам смартфон Lumia 830. Наши зрители, особенно глазастые из них, могут уже увидеть, что этот смартфон с незначительными дефектами, но при этом полностью функционален, стоит на рынке средняя цена 16 тысяч рублей. Мы же приобрели специально для того, чтобы показать вам, рассказать и потом в дальнейшем установить Windows 10 на этот смартфон. Lumia 830, средняя цена на рынке 16 тысяч рублей, повторюсь, мы же его приобрели за 7 тысяч рублей. Я считаю, что это очень выгодное вложение денег для того, чтобы, может быть, немножко заработать, плюс создать видео. Кто-то не создает видео, но хочет пользоваться хорошим, качественным смартфоном. Я встречался уже в своей жизни с линейкой смартфонов от Nokia. Сейчас это бренд принадлежит Microsoft, компания Microsoft, и нет уже Nokia. Это один из предпоследних, скажем так, представителей данной модели. 830 Lumia, примечательно тем, что на ней установлен последний Android, этот Android, господи, простите, Windows Phone 8.1, экран 5 дюймов, разрешение HD 1280 на 720, 10-мегапиксельная задняя камера. Она фирменная, соневская, вернее, Carl Zeiss. Это довольно-таки хороший производитель, который делает очень качественную оптику. Память строена 16 гигабайт, 3G, 4G, LTE, все здесь работает. Bluetooth, конечно же, NFC, GLONASS. Аккумулятор 2200 мАч, но пусть это вас не смущает. Смартфон держит от 1 до 2 дней минимум, то есть 1 день минимум. Можно, в принципе, 2 дня вытянуть. Вес 150 грамм. Вы сейчас увидите в ставочке о том, что ширина 70 на 139 и при толщине 8,5 мм корпуса. Давайте закончим, скажем так, с официальными ценами. И сейчас посмотрим с официальными, вернее, характеристиками. И посмотрим уже непосредственно пользовательское мнение, что мы получаем, приобретая такой смартфон. Без разницы, с рук или в магазине. Некоторых не устраивает покупать с рук, но сейчас, когда доллар стоит почти 70 рублей, некоторые не могут себе позволить тот или иной гаджет, потому что именитые производители просто слишком много. Заказывать с Китая проблемы может быть у кого-то. Кто-то не доверяет, кто-то проблемы с гарантией, сомневается. Итак, обычная Авито в вашем городе или еще где-то. Это ни в коем случае не реклама Авито. Но большую часть смартфонов мы, соответственно, приобретаем на нем. У нас фирменная коробочка. Здесь указываются характеристики, что у нас есть внутри коробки. Сам смартфон, батарейка, зарядное устройство, вилка. Гарантийные обязательства. В данном случае, конечно, гарантия слетела, потому что был удар по дисплею. При этом дисплей в идеале, и эта трещинка ее практически незаметна. Если установить еще хорошее, качественное закаленное стекло, которое стоит 2 доллара на том же Алиэкспрессе, ссылочка будет в описании, то будет, в общем, годнота, как любят сейчас выражаться. Здесь сам смартфон изображен. Конечно же, у нас есть звук Dolby Digital. Этот смартфон поддерживает. В обзоре этого телефона мы расскажем вам. Сейчас это распаковка. О том, что этот смартфон поддерживает. И покажем, как он заряжается с помощью беспроводной зарядки. У нас беспроводная зарядка есть. Она очень давно у нас пылилась в наших шкафах. Вот такая специально для Nokia. Еще уже больше, наверное, нескольких лет эта коробочка с новой зарядкой лежала. И вот, наконец-таки, она стала счастливым обладателем этого телефона. Открываем коробку. Здесь у нас продавец нам отдал вот такой силиконовый браслет. Ой, браслет этот, чехол. Есть у нас специальные затычки для того, чтобы сменить их сами, соответственно, уши. Сейчас их отдал в пользование своему сыну инструкция на русском языке. Это полностью RST-модель. Есть модели, такой квикбит о том, что какие беспроводные зарядки бывают. И где их может быть найти, если посмотреть этот QR-код. Здесь у нас, соответственно, скорее всего, вилка. Да, фирменная вилочка зарядного устройства Nokia. Скорее всего, на полтора ампера. Сейчас посмотрим. Да, полтора ампера. Заряжать будет ваш смартфон в среднем 3-3,5 часа. Итак, в принципе, по комплектации, скорее всего, всего все. Сейчас я вам расскажу о том, как выглядит смартфон, в чем у него уникальность или не уникальность. Пятидюймовый, напомню, дисплей. Снизу у нас клавиши управления сенсорные. Это кнопка Windows, поиск и назад. Сам смартфон сделан на основе металлической рамки. Сзади есть у нас матовые крышечки. Цветов много, но вот оранжевый цвет очень интересный. Здесь прорез для динамиков. Здесь, соответственно, техническое отверстие для того, чтобы снять крышечку. Положить туда свою сим-карту, карту памяти и начать пользоваться смартфоном. На правой грани у нас клавиша регулировки громкости. Она сдвоенная. Клавиша включения-выключения и клавиша запуска камеры. Работает очень-очень быстро. Достаточно нажать и буквально через несколько секунд вы уже сможете начать фотографировать. Про камеру мы расскажем вам, скажем так, в обзоре этого телефона. Итак, смотрите, мы приобрели этот гаджет за 7000 рублей. Он полностью функционирует. Спереди у нас 1.9, по-моему, или 0.9 мегапикселей камера. Сейчас посмотрю подсказку. У нас на компьютере есть все характеристики. Снимает Full HD видео. 30 кадров в секунду. Это мы все озвучили. Процессор у нас четырехъядерный. 1200 Мегагерц на каждое ядро. 1 ГБ оперативной памяти. Для Windows 8.1 этого более чем достаточно. Давайте я, наверное, сейчас сделаю яркость немножко по... Яркость. 1 ГБ памяти на самом деле достаточно... Достаточно этого количества. Наверное, не все еще, да? Давайте минимум сделаем. Здесь автояркость. Давайте уровень низкий. Очень хороший качественный дисплей, хоть он не Full HD. Так, 70. Я уже забыл, о чем я должен был вам сказать. А! Передняя камера. Что-то я о камере не могу... А, вот задняя камера у нас, соответственно, 10 мегапикселей. О передней камере мы расскажем вам в обзоре. Извините за столь, скажем так, случайно получившуюся паузу. Итак, 5 дюймов, Windows 8.1. Я, если честно, относился и отношусь до сих пор, но чуть-чуть изменилось мое мнение по пользовавшись этим смартфоном. Вообще, к винде на телефонах. Раньше ругали за то, что не было много приложений. Достаточное количество приложений. Сейчас ситуация немножко исправилась. Все приложения, которыми вы пользуетесь, есть. Но, к сожалению, допустим, нет тех приложений, которыми пользуюсь я. В основном это социальные сети, тот же Инстаграм, который очень глючный, ВКонтакте. К нему надо привыкать, к интерфейсу. Опять же, все расскажу в смартфоне. Давайте по органам управления. Клавиши все показал. Сзади, конечно же, 10 мегапикселей. Вспышка. Под крышку сейчас заглянем. Она вот таким вот образом открывается. Сюда вставляется microSD карточка. Сюда вставляется карточка, прошу заметить, nanoSIM карта для использования. Сотовой связи. И вот саму крышку, телефончик в сторонку. Посмотрим саму крышечку. Здесь, соответственно, встроена беспроводная зарядка и модуль NFC. В принципе, мое мнение изменилось в лучшую сторону о Windows на телефонах. Windows Mobile. Сейчас она будет называться просто Windows 10 для телефона. Не будет приставки Mobile. Действительно классный телефон, который удобно держать в руке. Есть функция пробуждения по двойному щелчку по экрану. Есть запуск, быстрый запуск камеры. Это я вам уже все рассказал. Итак, за 7000 рублей на бушном рынке мы получаем хороший, качественный, хорошо собранный аппарат с неплохими техническими характеристиками, с хорошей камерой, с очень хорошим дисплеем. Олеофобное покрытие здесь очень качественное. Черный цвет на этом дисплее действительно черный, нет никаких засветов и тому подобное. Обо всем об этом мы поговорим в обзоре этого устройства. Вообще, тема ролика как? Как купить хороший смартфон за недорого? Так вот, друзья, мониторьте рынок бушных телефонов в то время, когда я считаю, что иногда стоит купить, допустим, телефон с небольшими дефектами или телефон, который можно каким-то образом отремонтировать за копейки, чем покупать, допустим, восстановленное устройство. Многие думают наоборот. Пишите в комментариях, какой выбор сделали бы конкретно вы, купили бы БУ-устройство, либо купили бы новое, но восстановленное, решать, в принципе, каждому за себя. Мне очень понравилось использование этого телефона. Я практически не обращаю внимания на вот этот вот косячок с дисплеем, но цена в два с лишним раза упала после того, как появилась у владельца проблема с этим дисплеем. Я считаю, что я сделаю обзор на этот телефон и было бы кощунственно как-то нагибать сверху, накидывать сверху цену. Этот телефон будет продан, скорее всего, одним из наших подписчиков. Пишите в комментариях, нужен ли вам такой вариант. Отправлю по России без предоплат наложным платежом. Единственное, что вы оплатите вперед доставку после того, как я сделаю этот обзор. Стоимость так и останется. Сделаем ее маркетинговым выгодным. Это 6 990 рублей. Это без зарядки, которая, соответственно, была куплена нами заранее и, скорее всего, останется у нас. Если с зарядкой, как говорится, пишите, договоримся. Потому что не во всех, скажем так, регионах есть возможности, бывают случаи, когда вы можете действительно приобрести стоящий гаджет за меняемые деньги. Общий вывод от распаковки. Телефоном я действительно попользовался несколько дней. Мне телефон очень понравился. Очень качественно собранный корпус. Корпус ничего не люфтит, не скрипит. Даже с этой проблемой, которая есть сейчас на данный момент, вы ее, в принципе, не заметите. Тем более, если вы наклеите сверху. Даже не надо менять никаких дисплеев. Отзывчивость у дисплея даже в месте, вот посмотрите, поставьте, не знаю, там, на паузу или еще как-то. Посмотрите, вот в этом месте нету никаких проблем. Там, где был собран, вернее, сломан, немножко треснул дисплей. Скорее всего, это был удар, но здесь по рамке никаких не вмятин, ничего нету. То есть, состояние телефона идеальнейшее. Идеальнейшее за исключением вот этой небольшой проблемы. По органам управления забыл добавить 3.5 наверху. Не знаю, не очень удобное решение. Прямо посередине сюда иногда, когда вы будете играть, будет норовить попадать большой палец. У нас зарядка microUSB для того, чтобы заряжать ваш смартфон. Но мы заряжаем беспроводной зарядкой, проверяли, он работает. В принципе, больше никаких косяков у этого телефона нет. Микрофон, дополнительный микрофон, играет. Давайте посмотрим, как играет телефон. Звуки. Давайте посмотрим, как он снимает, как он играет. Это все-таки распаковка, и надо проводить в старых добрых традициях. Все делают, в принципе, одно и то же, и поэтому мы, наверное, не будем исключением. Сделана фотография. Сейчас она обработается. Небольшой у нас тут засветик. Перехвалил я камеру раньше времени. Смайлик определился. Передняя камера, она 1,9 мегапикселя, то есть 2 мегапикселя. Либо вот такого качества получаются снимки на заднюю камеру. Передняя камера, честно, фоткает так себе. Получается только она для видеосвязи, для скайпа, для вайбера, для ватсапа. Но ни в коем случае, если есть возможность использовать заднюю камеру с отложенным запуском, то есть лучше используйте заднюю камеру. Задняя камера фотографирует очень хорошо в условиях хорошей освещенности. Достаточное количество шумов в темноте, но, в принципе, у камеры есть ручные настройки, у кого руки прямые, можно отрегулировать ISO, можно отрегулировать выдержку, можно отрегулировать яркость и тому подобное. В принципе, неплохо. За такие деньги вообще красота. Давайте послушаем звук. Мелодия и звуки. Вспомните, да? Как давно это все было, да? В начале, в середине 2000-х годов все пользовались Nokia. Nokia N95 была просто вершиной мечтания. Достаточно громкий динамик, звучит все чисто хорошо. И компания Nokia хвалилась тем, что для записи... Для записи... Такая ностальгия, да? Компания Nokia хвалилась тем, что для записи мелодий для звонка на последней модели Lumii записывались все на симфонический оркестр. То есть, все это потом обрабатывалось каким-то образом, оцифровывалось и уже заносилась в прошивку. Уже все готово для того, чтобы вот эта прошивка стоковая, которая была из коробки, обновлена до последней версии, мы получили статус. Это будет отдельное видео. Будет обзор этого телефона и видео о том, как обновиться на Windows 10. Потому что определенное количество телефонов, и именно этот поддерживает девелоперскую программу. Где же она? Где же она? Где? Сейчас вам покажем. Участник программы тестирования. Если я нажму «Получить сборку», она закачается и, соответственно, установится. Но это уже тема другого видео. Так, яркость дисплея хватает. Черный цвет действительно черный. Звук посмотрели, камеру послушали. Интерфейс, сами видите, он в принципе не меняем. Все работает достаточно гладко, шустро, без всяких зависаний. Действительно очень хорошо. Есть претензии только потому, что... Все-таки не могу я привыкнуть к интернет-эксплореру. Установил другой совсем браузер, вот с такой белочкой. Но почему-то чуть-чуть он подтупливает. Не то, что подтупливает, он работает, обрабатывает анимацию. Поэтому кажется, что он открывает, допустим, тот или иной окно, тот или иной сайт достаточно долго. Но это сугубо мое личное мнение. И мне кажется, стандартному пользователю, обычному пользователю, который хочет себе качественный телефон за смешные деньги, будет достаточная интернет-эксплора. Пишите в комментариях вообще, как вы относитесь к Windows Phone. Я считаю, что до этого, вернее, считал, они были недостойны нашего внимания сейчас. Я был приятно удивлен. Хороший качественный корпус, батарейка, хоть и на цифрах 2200, но держит от одного до двух дней. Вот смотрите, телефон залапался. Олеофобное покрытие до такой степени качественное, что мы берем обычный платочек. И через буквально несколько секунд, более тщательно, давайте протрем. Я это делаю по несколько раз на дню. Мы получаем совершенно офигенный, хороший True Motion какой-то. В общем, в обзоре будет. Я подготовлюсь, запишу, выпишу себе на листочек, как называется этот дисплей с его HD-качеством. Вот так вот, рубрика «Как?». Секрет этого видео. Мониторьте, друзья, местные барахолки в своих городах. Задайтесь вопросом, а стоит ли покупать устройство в магазине новое, или, может быть, имея сумму денег от 5 до 10 тысяч рублей, можно действительно купить себе. Не обязательно Windows Phone, можно купить какой-то Android Phone, можно купить тот же One HTC One M7 или M8, стоимостью 10-12 тысяч рублей, когда в магазине он стоит ровно в 2,5 раза дороже. Поэтому, я надеюсь, мы ответили. Все это просто надо задаться целью. Как купить смартфон? И какой смартфон вы хотите? Существует очень много площадок, существуют восстановленные телефоны. Кому что больше нравится. Мы рекомендуем все-таки, конечно же, это в каждом городе, в каждом селе, у которого есть интернет, подключение выход в интернет, скачать приложение Авито или выйти на компьютере, наберите avito.ru. Выберите свой город или даже по всей России. Многие продавцы согласны отправлять в другие регионы. Вот такое получилось короткое, не короткое видео. Новая рубрика. Встречайте его лайками. Можно ставить дизлайки. Пишите свои комментарии. Задавайте свои вопросы в эту рубрику. Наиболее интересные, набравшие определенное количество лайков, как можно больше, соответственно, лайков. Допустим, как там вставить сим-карту, или как наклеить стекло, или как, не знаю, что-то там еще сделать. Все, что... Любой вопрос. Есть слово «как». И если это связано с IT-технологиями, будем рады слышать такие вопросы от вас. Еще небольшое замечание. Скажите, скажем так, напоминание. 9 сентября компания Apple будет презентовать свои новые телефоны. Скорее всего, это будут iPhone 6, 6 Plus с приставкой S. Вместе с каналом Matrix Paradise и его ведущим Александром Мордынским. Мы будем проводить совместную трансляцию. Я надеюсь, что будет очень веселое мероприятие. Все это будет сопровождаться нашими комментариями. Может быть, кто-то будет защищать Apple. Может быть, кто-то будет стебать веб... Господи, запнулся уже все. Кто-то будет стебать компанию Apple. Посмотрим, что они нам покажут. Много слухов. Много вокруг этих презентаций. Всяких неведомых нам информаций. Все будет известно 9 сентября на канале Matrix Paradise. С моим участием наши подписчики, наши, скажем так, комментаторы. Приходите к нам. Комментируйте. Будет чат. Будет интересно. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Новый сезон. Осень на дворе. Всем добра, позитива. Держитесь, ребята. Чтобы на вас не напала осенняя депрессия. Всем спасибо, всем пока. Как всегда, проходите в ссылочках. Ссылочки в описании к этому видео и к другим нашим всем видео. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть в Твиттере и в Инстаграме. Все ссылки в нашем огромнейшем описании к любому из наших видео. Там очень всего много интересного. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова